приветствую всем мир мир вашим домам дорогие друзья я хочу говорить о великой силе и славе божией у меня будет сегодня два свидетельства я не проповедую я не учу я свидетельствую о великой силе о великом могуществе о великой любви божьей отца и сына и святого духа просто сегодня вот полчаса назад мне бог дал дух святой дал на сердце засвидетельствовать об одном случае который был моей жизни недавно несколько лет назад у меня был свой маленький бизнес и мой родной брат попросил однажды утром он меня позвонил с украины и попросил чтобы забрать его жену и трое детей подростков им нужно купить билеты я срочно продала свой бизнес подешевле чем обычно потому что если срочно продаешь чтобы не дешевле и забрала их всех сюда и так получилось я тогда подумала что я в америке не пропаду бог он ревнитель и богу не понравилось то что я так подумала и так получилось что мой брат и моя невестка то есть брата жена они говорили что я много кушаю что невестка сказала что она не успевает не успевает и хлеб печь и она однажды сказала что вот смотри в галоне меньше молока под утро мне было очень обидно я молока вообще тогда не пила из буханки хлеба я может съела кусочек хлеба ну не в этом вопрос не в этом проблема я тогда была очень обидчивая и мы как в этом не дарались не ругались но поссорились и брат намекал мне чтобы я уходила я ушла прямо ночью сильно от обиды и трое суток я была в машине на парковке летом жара на парковку у нас асфальт и мне очень было жарко я не так хотела кушать как я просто умирала от жажды у моей родной сестры есть дочка она родилась недоразвитая ну она понимает интернетом пользуется и в специальную школу ходит и вот на третьи сутки когда бог увидел что ночью было холодно я вышла из дому в шлепанцах днем было невыносимо жарко не так жарко если ты возле речки на траве куда я поеду одна я возле магазина на парковке могла стоять в машине и было невыносимо жарко я просто задыхалась мне так было больно что я не хотела идти мне пастыря говорили почему ты к нам не пришла я была бы в доме и всем довольна но мне не хотелось идти никуда никому жаловаться я хотела пойти к богу я хотела вот эту боль и горечь богу рассказать вот у меня текст там написано буду славить тебя бог всем своим сердцем солом 136 по моему в этот раз меня на футболке написано любовь не завидует не превозносится не месяц своего не еще своего не месли зла у меня все футболка я не люблю когда я проповедую о славе божьей одевать нарядное платье и блузки или красить ногти нет у меня все просто у меня очень есть много колец у меня много есть сережек у меня много есть цепочки цепочек у меня есть золотые изделия но я не хочу их одевать я хочу выглядеть просто со словом божьим как написано что повяжи на повязки на лбу на рукавах на дверях вот я люблю сильно люблю слово божье и вот и я на третий день есть пельменица начала звонить тетя вера я тебя так сильно люблю я за тобой так скучаю поехали в ресторан мы сейчас с мамой в доме торговли и тут ресторан еще открытый я вас накормлю покушаем приезжайте и я просто каждый раз когда она мне звонила я ложила трубку я подумала да она ничего не знает я не хочу кушать мне так тяжело мне так больно мне сейчас не до ресторана и каждый раз когда я ложила трубку она опять и опять мне звонила еще заметочка когда я просматриваю свои видео мне кажется что я очень строгая поэтому нужно лучше побольше улыбаться улыбка это как солнце на твоем лице это дух сято светится через тебя вот и а потом племянница звонит что уже дом торговли закрылся тетя вера все мы уже говорит едем домой мы на заправке вот есть такой там еще ресторанчик он по моему до утра работает или до полуночи называется in and out это ну по моему круглосуточно и она сказала мы тут недалеко возле дома приезжайте и она настолько мне часто звонила каждых пять минут и мне постоянно сбрасывала пару слов ей скажу и сбрасываю и нас нас той чего звонит и звонит и тут я слышу вот тогда я услышала друзья дорогие не верьте что бог говорит однажды когда наши деточки вырастают разве мы им один раз говорим пока мы их научим ходить говорить мы один раз сказали да и они научились это неправда бог говорит к нам множество раз пока мы не услышим и так же так когда племянница продолжала мне звонить уже девять уже ресторан закрылся уже они почти возле дома и она все равно мне звонит последний шанс мне дает я знаю что если бы я не приехала и в это время на эту заправку я знаю что она бы мне позвонила бы из дому и когда она мне вот звонила звонила и я поняла что это дух святой хочет меня помочь он хочет чтобы я услышала что это бог через мою племянницу хочет мне помочь представляете мне не должны надеяться на пророков пастырей лидеров и популярных известных божьих людей нет помните даже через ослицу бог говорил через соседа через какого-нибудь алкоголика наркомана через ребенка бог может к нам говорить пока мы не услышим я приехала на заправку на парковку и я очень заплакана была опухшие три дня не умывалась не ела не пила и на жаре жарилась и с горечью в сердце я была лицо все красные глаза опухшие я вся заплакана я приколе приехала на заправку в то же время подъехала моей сестры подруга она работала менеджером в квартирных домах где как по-русски сказать в рент а по-русски где люди снимают жилье это в квартирных домах и там она стояла и когда мы все вместе вот встретились она к сестре подошла и я к сестре подошла и сестра спрашивает что с тобой почему ты заплаканная и это менеджерка оксана слышит и я рассказываю я говорю брат меня выгнал и я три трое суток уже на парковке и сильно хочу пить и я так устала устала просто вся спеклась уже уже не знаю мне так больно я не знаю что мне делать и это оксана она слышала и она дает вынимает из сумочки тут же ничего не задавала мне ни одного вопроса и она вынимает из сумочки ключи и дает моей сестре и говорит пойди открывай вот сорок шестую квартиру под номером 46 и пускай вера поселяется и пускай живет там сколько хочет я поселилась и туда у меня ничего не было ни посуды ничего не одеяло вот что я как стояла машине но слава богу что у нас квартира когда заходишь в любую квартиру государственную это не собственный дом государственная квартира у нас уже обустроенная там есть холодильник обязательно там есть микроволновая печь там есть газ плита там есть шторы на окнах там есть ковры в каждой комнате горячая холодная вода свет газ вот в туалете в ванной комнате все есть в спальне вот теплые ковры и шторы вот все как удобство ты заходишь и можешь даже на полу переспать первое время и так я зашла мы поговорили с сестрой я поселилась и моя и племянница это что еще сделала в этих квартирах там наверно 250 человек живет там все загорожено под забором секьюрити ворота она всех оббежала за один час и на всем говорила о моя тетя вера приехала поселилась вот в апарме в этой квартире у нее нету не кушать не не подушки не одеяла не кровати и ничего кушать не посуды нету представьте до утра и нас там в этих апартаментах жили все баптисты до того времени я плоховато думала об этих людях я думала что они не рождены свыше не крещены духом святым я так думала и до утра мне загрузили полный холодильник полную морозилку морозилку посуду одеяло матрас подушки все что мне нужно было переполнено до утра чайники стаканчики и сковородки ложки вилки хлеб мясо все 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 и представьте я прожила год я не платила не за газ не за свет не за квартплату я ни за что не платила я посчитала что вот эти все деньги которые потратила на брата на его жену и на моих племянников это все я за год вот их использовала я бог дал мне жить бесплатно и понимаете я хочу этим сказать что наша надежда должна быть только на бога а бог через людей тогда все сделает а если мы надеемся на людей что вот у пастыря там займу попрошу у брата у сестры ничего не получится бог он ревнует сильно бог хочет чтобы вся слава была ему бог хочет чтобы мы только надеялись на бога чтобы наша надежда была только на господа дорогие друзья и еще одно свидетельство будет я ехала из собрания сошла с последней электрички было ночь час ночи и мы с дочкой пошли короче дорогой мы не пошли в обход через село а мы пошли через посадку и там посадки еще речушечка и там меня встретил маньяк о котором писались газетах что он мучает людей режет убивает и насилует о нем тогда в газетах писали и вот посадки он нас встретил дочка убежала наверх сильно испугалась ай меня сначала когда я еще этого маньяка не видела я сначала почувствовала что когда мы шли что сзади на меня положены тяжелые руки и меня волосы как говорят волосы дыбом вот у меня волосы так и так я и чувствовала и сзади на плечах были положены тяжелые мужские руки и я дочь я боялась даже посевельнуться от я боялась даже обернуться и я дочке сказала обернись посмотри кто там раскола никого нету она варит там сзади далеко идет девушка в джинсах потому что там далеко наверху была лампочка и на столбе и это шел голый маньяк и дочке показалось что это джинсы светятся блестят и когда она увидела его она быстро убежала наверх и смотрела я никогда у нее не спрашивала она молилась или что она думала конечно она молилась когда я вот пришла к этой речушке я с трудом а через речушку не кладочка а колеса я с трудом перешла эти колеса и вот так между нами метр-полтора он он напротив меня стоял он был голый взрослый мужчина у него была шапка спортивная на голове и только глаза вырезаны у него в руках был большущий нож и он был только обутый большим ножом в руках и с маской на голове и он дергался рычал подскакивал просто подскакивал и сильно сильно рычал как разъярванный зверь и кричал и рычал и с ножом и на и так стоит ножом а я собрание вот это было на я я возвращалась из церкви и я не помню ни одного слова той проповеди я только запомнила что пастор говорил любая проблема вашей жизни это дьявол стоит и вы должны смело смотреть дьявол сатане в глаза и говорить именем иисуса христа поражает тебя в голову я вот это только запомнила и тут сразу со мной такое случилось и я чувствую что меня подкашивается ноги от страха перед тобой стоит смерть реальная среди ночи никого нету в посадке вот это это друзья это невозможно рассказать это только нужно пережить я никому этого не желаю но это была сдача экзамена и я помню я смотрела ему вот так в глаза широкими своими глазами испуганными я смотрел в его глаза и я кричала ему именем иисуса христа сатана поражает тебя в голову а он я видела его широкие глаза он не понимал что это женщина среди ночи ничего у нее нет в руках ни ножа не пистолета и что это она орет именем иисуса христа сатана поражаю тебя в голову я ничего не делаю а только говорю и он я видела что его глаза еще больше были испуганы и потому что я не боюсь как другие кричат женщины просятся помиловать их и кричат от страха а я ему говорю эти слова я ему распять кричала эти говорила и я чувствую что я уже падаю я смотрел я настолько с верою ему это говорила и я удивлялся почему он не падает пастор сказал что так надо проблемам относиться и говорить с верою и горы упадут я смотрю что дьявол упадет перед твоими ногами и я смотрю не он падает а я чувствую что еще одна минуточка и все я упаду мои ноги уже тряслись это это такой страх вот это бой стоит смерть с острым большим ножом и ночь на улице никого нету вокруг и когда я ему так кричала говорила и за чувствую что мои ноги подкачиваются я упаду я бросила так говорить как мне сказал пастырь и я поднимаю свою голову вверх я знала что там наверху бог и что он меня услышит я точно знала я верила что бог не допустит вот мне умереть от ножа этого маньяка маньяка я подняла свою голову вверх и я сказала господь помоги я еще последний слог договаривала и этот маньяк он бросил нож в это время я почувствовала рядом со мной сильный огонь сильный огонь меня жгло я почувствовала со мной рядом и что я вижу этот маньяк сильно испугался он бросил нож и он вокруг себя так обкружился сильно зарычал и убежал туда в поле в темень в кусты с переляку с криком он сильно закричал это решал и туда убежал дорогие друзья я всегда знала я всегда верила что бог есть он всегда мне помогал и когда я пришла в церковь когда я начала уже конкретно служить господу искать его я очень сильно удивлялась и я думала что верующие они видят открытое небо они видят ангелов они слышать голос духа святого они видят видение вот я всегда думала что это верующие такие а когда я увидела что верующие некоторые только слышит голос божий Некоторые только Видят видение Некоторые только вадимы Господом Я просто была в шоке И знаете Я простоте сердца это говорю Я не горжусь этим Я просто забываю заднее Простираюсь вперед Я этим говорю Дорогие христиане Бог живой Я думаю Тот кто не слышит Бога И не видит его лицом к лицу И не слышит его голос Реально Вам нужно пересмотреть свою веру Может вы сомневаетесь в Боге Что он говорит Что вы должны его слышать Что Дух Святой Вам нужно пересмотреть Роль Духа Святого Кто такой Дух Святой И что он делает Его работу в нас Уже До встречи дорогие Друзья У меня время закончилось Не думайте Что это обрывается Это просто Мне только 20 минут дают 21 Подписывайтесь на мой канал Если у меня наберется Хотя бы 100 человек Я буду вести прямые трансляции На фейсбуке С Господом друзья Бог живой Реальный Сейчас Здесь и сейчас Аминь Я буду вести прямые трансляции Я буду вести прямые трансляции